Михаил Требин у нас в студии. Говорим ему доброе утро, эксперт нашей программы «Мануальный терапевт». Здравствуйте. Не могли вас сегодня не позвать, потому что все-таки те, кто находится за рулем, нет-нет, да испытывают всякие трудности, сложности, боли со своим здоровьем. Михаил, на эту тему хотим пообщаться, и чтобы вы нам рассказали, какие, не знаю, органы нашего тела подвержены вот каким-то изменениям, да, в связи с тем, что мы долго проводим время за рулем. Ну, расскажу такую очень короткую историю. Когда я был молодым врачом и был на интернатуре, я попал работать в кардиоблок, да, то есть у меня, это где лежат больные с инфарктами миокарда, да, серьезные такие. Вот, и у меня тогда было представление, что инфаркт – это болезнь там каких-то замудренных интеллигентов, которые что-то себе там напридумали, накрутили все. А когда попал в реальную больницу, в реальные условия, оказалось, что 90% людей, которые лежат в моей палате с инфарктом – это шофера. Хронический стресс, да. Хронический стресс сидения за рулем нарушает кровообращение, сгущает кровь, и вот, пожалуйста, те последствия. То есть сердце зачастую не справляется. То есть мало пьют, да, мало ходят по своим малым как бы и большим нуждам. И плюс хронический стресс. Вот вроде с виду он ведет машину, и все хорошо, как бы нормально, он и у него там опыта там уже сто лет в обед как бы будет, но тем не менее он нерасслабленный, все время выделяется адреналин, кортизол, суживает сосуды, загущает кровь, и это может хреново закончиться. Конечно, потому что ты все время в напряжении едешь, да, это же очень ответственная работа, когда за твоей кабиной там несколько тонн груза. Но тут же не только связано с сердцем, да, тут же и ноги страдают, спина, в конце концов, да. И не зря же говорят, что когда долгая дорога, делай перерывы, делай перерывы, походить, размяться руками, ногами. А вот сколько нужно разминаться? Ну, то есть, грубо говоря, два раза руками махнуть, это же не будет. Да, на самом деле, как бы поздные напряжения за рулем скапливаются в разных местах. Ну, прежде всего, это шейно-плечевой пояс. То есть, мы держим руль хронически, как бы, перед собой, руки тоже в напряжении, даже если мы там одним пальцем баранку крутим. Вот. И это напряжение, как бы, провоцирует и головные боли, и шейный остеохондроз, и подъем артериального давления. У меня знаете, что, Михаил, бывает, когда часто идешь на одной рукой и рулишь, ты же сидишь в пол, ну, как бы, вот так. Да, да, да. То есть, ты неровно сидишь, да, а ты руку вперед чуть-чуть подаешь. Бывает. Говорит, надо это, двумя руками держаться. Вот. Поэтому, на самом деле, как бы, вот, отрегулировать хорошо себе кресло, вылет по высоте, по длине, то есть, дежурное расстояние, чтобы до руля было все правильно. И желательно, если есть возможность, то есть, купить какую-нибудь ортопедию, да, то есть, для, чтобы поясница все-таки прогибалась, да, хоть, чтобы, ну, хоть немножко это оказывало воздействие. Даже тот же самый коврик деревянный, который, помните, советских времен продавалось, да. Да. Понятно, что там вклад его небольшой, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Потому что длинная дорога зачастую бывает, и человеку не выйти, не размяться. Вот. А какое-то массажное действие хотя бы уберет спазм с мышц хотя бы чуть-чуть. Понятно, что там в дорогих машинах, как бы, там, это кресло, там, массажное со всеми делами, там, человек сидит и прям кайфует за рулем. На обычных автомобилях это не предусмотрено, поэтому все-таки какую-нибудь ортопедическую спинку с пупырышками вогнутую, ну, хотя бы это надо взять. Но вот если представить какую-то, ну, суперидеальную ситуацию, такая в вакууме, которая, понятно, что невозможно и недостижимо, но все-таки к чему стремиться? Что бы было в идеальном случае? Что с ногами, как их располагать, нужно ли какую-то особую стельку? Что под ягодичками, помимо спины, которую нужно прогнуть? Есть ли еще какие-то определенные требования? Здесь, как бы, все зависит от времени, как бы, того, который находится человек за рулем. Понятно, чем больше, тем риски возрастают. Да, седалищный нерв тоже испытывает, как бы, компрессию. И я помню, когда люди у нас массово гоняли машины с Владивостока, то есть зачастую, то есть какого-нибудь такого вот горя-перегонщика приводили ко мне в кабинет, что он вообще ступить, как бы, не мог. То есть, ну, приходилось там экстренное мероприятие делать. Это что происходит? Он передавливается? Это да, это махровый мышечный спазм, за которым нарушается кровообращение, начинает страдать и седалищный нерв, и поясничный отдел, как бы. То есть человек в буквальном смысле заклинивает. То есть это острая ситуация, как бы, с отеком, с мышечным спазмом, с болью, которые уже никакими упражнениями, как бы, не разрешить банально. Здесь нужна, как бы, помощь врача, как бы. Это мануальная терапия, там, иголки, как бы, обезболивающие, в крайних случаях блокады и так далее. То есть это острая ситуация. Поэтому выходить, разминаться надо обязательно. И улучшать кровообращение путем питья небольшого, хотя бы, количества воды, как бы, это надо. То есть без этого, как бы, мы все время будем находиться в риске обострения. Хорошо. Хорошо. А как заметить, что пошло не так? Ну, вот ты вот все время вроде ездил, 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 ездил. Пока еще не зажала. Начинают затекать руки, начинает болеть шея, появляется боль между лопатками. В ресничном отделе зачастую обостряется геморрой. Это тоже тема, да, которая связана с нарушением кровообращения. И шифера ей достаточно часто страдает. Поэтому самое элементарное, то есть длительная дорога, то есть хотя бы раз в 45 минут где-нибудь установился в обочины, сделал элементарные упражнения, любые, там, потрес ногами, да, все что угодно, лишь бы запустить, как бы, хоть какое-то движение, то есть активность, то есть из статики сделать какую-то динамику. То есть здесь, ну, вот любое. Мы об этом часто говорим, но забываем, почему так делать. Грубо говоря, пока едешь ногу потереть, мышцы поможут? Или это такая ерунда? На самом деле это не очень удобно, как бы, вот, поэтому лучше все-таки остановиться, выйти из-за руля, размяться и выпить теплой воды, да, с лимоном, да, больше кровь разжижить. Да. Михаил Требин был у нас сегодня, мы с утра поговорили про понятные, знакомые всем действия, чтобы у нас ничего не затекало, не болело и не страдало. Все наши мышцы, говорим вам большое спасибо. Желаем удачи на дорогах не только вам, но и вам.